друзья всем привет сегодня пику такой песочный пирог с творогом и без и очень вкусный пирожок будет значит чего сколько нужно расскажу по порядку начиная с теста значит для теста понадобится 2 желтка 50 граммов сахара а два белка отделила и оставила для безе теперь что еще 100 граммов сметаны 100 граммов сливочного масла 2 стакана муки по весу это 330 граммов получилось у меня и чайная ложка разрыхлителя значит немножко можно посолить небольшую щепоточку соли всыпаем и процесс замес тесто я покажу а для начинки у нас пойдет творог творог 350 граммов одно яйцо разбиваем сюда 70 граммов сахара опять же немножко соли щепоточку и 2 столовых ложки я положила манной крупы чтобы начинка была более стабильная так но теперь можно приступать к замешиванию теста а работать я сегодня буду вот таким замечательным погружным блендером это блендер бренд такой оберхов вербель е5 значит хочу рассказать о комплектации смотрите во первых какой дизайн шикарный дизайн вот такая металлическая пластмассовые ты вставка и ручка сам миксер наверху скорости переключение скоростей ручка 8 скоростей у него представляете вот имеется вот такая вот подставочка под насадку или под основную эту ножку блендера с ножом ну а теперь давайте я пока уберу это все и покажу как это все легко и просто разбирается так одной рукой конечно мне не очень удобно но прекрасно с ним вот это все убирается так чаша измельчитель объемом 860 миллилитров на дне расположены такие ножки противоскользящие очень удобно кстати выполнена чаша из пластика плотный ну и насадки какие имеются это основной менчик венчик для взбивания например блинного теста коктейли какого-то да это насадка для миксера миксер из насадки для мистера вот такие вот венчики для крема вот представляете сколько в нем функций это целая машина для кухни вообще это для крема это крючки для теста это капучинатор чтобы делать вкусненький кофе но это насадка для вот этого венчика имеется еще также стакан для смешивания объемом 800 миллилитров сделать тот же майонез или тесто для блинчиков быстренько утром раз и смешали сделали мощность этого блендера 800 ватт скорость 20000 оборотов представляете как это все быстро и легко можно смешивать в общем вот такая вот чудо машина у меня появилась но мне просто очень нравится сам дизайн этого блендера красивым красивый шикарный во включенном состоянии подсветка сейчас все продемонстрирую на ручке синяя подсветочка такая вот и где переключение скорости тоже подсвечивается но все приступаем к работе яйца с сахаром на небольшой скорости смешиваем добавляем сметану и масло размягченное немножко его подогрела в микроволновке но не до горячего состояния так теперь масло и замешиваем тесто разрыхлитель всыпала в муку все теперь вымешиваем хорошо тесто вымешали уже рукой и теперь убираем в пакет на полчасика в холодильник пока тесто лежит в холодильнике сделаем начинку здесь есть еще я забыла сказать здесь есть еще турбо режим 8 скоростей плюс турбо режим это просто огромная скорость которая дает возможность быстро быстро смешать все до такого мельчайшего состояния всего лишь минуты и отличная начинка однородная нежная готова форму диаметром 22 сантиметра смазала внутри маслом растопленным и теперь нужно тесто или раскатать или размять по форме по диаметру этой формы но плюс еще и бортики должны быть я делаю вот так вот даже можно просто в мешке немного раскатать или же просто комочек тесто положить форму и размять руками можно и так а я немножко вот так делать укладываем а теперь уже доводим пальчиками тесто нежное послушное делаем бортики чтобы сделать ровные вот эти боковые стеночки беру вот такой вот резак и просто вот так прохожусь и будет и поровнее и зубчиками будет красиво а этого теста просто напросто берем и где тоненько получилось сюда раскладываем и вминаем и все теперь выкладываем начинку манка за это время уже хорошо набухла если не любите с манкой можно ее заменить крахмалом кукурузным картофельным ну и разравниваем разровняла но хочется мне сюда что-то добавить вот туда в начиночку хочется мне что-то добавить есть у меня нектаринка до февраль но у нас продают нектарины вот и я думаю сейчас ее кубиками нарежу и в творожок сделаю вот такая внутри еще не очень они какие-то спелые что ли можно так сказать а вот так вот нарезала и выложила дольками насчет февраля то я ошибочку сегодня уже второе марта вот все оставлю выпекать при температуре 180 градусов ну минут на пока на 30 минут а потом мы с вами достанем и сверху сделаем белковым кремом а теперь будем взбивать крем в стакан вливаем белок добавляем маленькую щепоточку соли и взбиваем 2 минуты и крем готов все чуть-чуть добавила уксус 70 процентные две-три капельки прям вот капнула чуть-чуть это для так сказать для стабильного такого густого состояния вот столько с двух белков быстро моментально взбилась пирог вынимаем из духовки смотрите какой мне кажется его уже даже можно до нет и не зарисовывать кремом но все-таки уже я его взбила и хочется мне сделать вот так ну чуть-чуть остался но это можно просто так съесть ну или еще где-то посадить но я не буду вот так все а теперь ставим в духовку можно высокую температуру и прям под верх нужно чтобы вот это вот все красиво запеклось смотрите какой красавчик получился я поставила с конвекцией быстро это все у меня запеклось если у вас нет конвекции в духовке просто можете прям даже на 200 где-нибудь 2 на 250 поставить и быстро чтобы вверх вот так вот красиво зарумянился пирог то уже пропекся сам по себе а вот это вот колер красивые безе чтобы появился поставьте прям на высокую температуру но все теперь нужно дать ему остыть переложить на блюдо и все можно наслаждаться вот буквально несколько минут и вот такое чудо можно сделать при помощи вот такого погружного блендера ссылку оставлю в описании переходите покупайте и наслаждайтесь творите и вытворяйте так но теперь давайте разрежем остыл уже он довольно таки хорошо корочка хрустящая и так получается внутри к румяная корочка белый слой творога нектаринки внутри и без и замечательно просто как нежненько смотрите какая прелесть нужно тесто же не очень сладкая а творог вот вполне хватает сладости нектарин придает такую приятную кислинку восторг и белок получается очень нежненько все так на вкус обалденно вкусно пробуйте делайте с вами была наталья всего вам самого-самого наилучшего желаю всем пока